Друзья, приветствую! Алексей из Ростова-на-Дону прислал посылку с образцами микса. Это смесь из двух масел Mobil1 ESP-X2 020 и ESP-LV 030. Вот описание автомобиля, сами масла, условия. Давайте проверим. Значит, баночка замиксованного свежего, из которого создам эталон и банка с отработкой. Так, сейчас обновлю спектрограмму, чтобы создать эталон. Посмотрим там уровень эстеров и прочее. Вот такая спектрограмма. Сейчас я увеличу вам область эстеров и посмотрим. Ну вот такое. Полиэстеры 0,35. Но это сопоставимо с Mobil1 обычным, то есть здесь похоже в двух маслах одинаковый уровень. Далее выбираю. Вот мне подписано, что это Микс М1. Пункты. Смотрите, что намерил прибор относительно 0,30 Кастрола. Значит, 113 по противоизноскам, даже чуть побольше. Так, гликоли все выведу. По щелочному и кислотному понятно, что с таким уровнем эстеров тут прибор путается, поэтому я выводил тут среднеарифметическое 7,6 у меня получилось на этой смеси, если учитывать, что 50 на 50. И кислотное я поставил как Mobil1, 2,2. В общем-то, по уровню эстеров они сопоставимы. Сажу подкорректировал. Все. Вот такой получился эталон. Я его сохраняю и можно проверять. Значит, это у нас Volkswagen Touareg FL. Трехлитровый турбодизель CRCA. 290 сил. Ну, он чипованный. Так, 249 или 245. EGR отключен. Объем масла 8,2. Пробег общей автомобиля 50 тысяч километров. Пробег на масле практически 10 тысяч километров. При средней скорости 31 это 323 километра в час. Ну и смотрите, что намерил прибор. Значит, противоизносных присадок 41%. Ну, здесь у турбомоторов, как правило, быстрее она срабатывается. Видимо, в зоне турбины гликоля нет. Сажи 0,26%. Да, топливная работает хорошо. При 10 тысячах пробега такая сажа невысокая. 2,74 кислотная. Тоже не сильно окислилось масло. И посмотрите, щелочное 6,2. Всего 1,4 сработка. Шикарный результат. Еще зазоры ого-го. Воды тоже меньше, чем в свежем. Вот. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Так. Это, видите, цвет от X2 в основном зеленоватый такой. Интересно, он тоже светится в флоресценте. Кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста. Так. И отработка. Ну и видно, что по повязкости есть просадочка. Масло разжижается. Я насчитал 41% от максимального уровня. Ну так попадает, видимо, топливо по чуть-чуть. Хотя расхода масла нет. Да, пожалуйста, отметьте видео. Не поленитесь. Подписывайтесь, кто не подписался. Нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите новые видео. И сейчас покажу вам сказочный, вообще волшебный прогноз. Посмотрите. Не знаю. Просто, просто невероятное что-то. Почти 900 часов по мощным нейтрализующим свойствам. Основная сработка произошла бы по вязкости. 700, около 800 моточасов. Ну и по нейтрованию тоже, в общем-то, проблем не вижу. Ну, здесь, я думаю, сочетание, значит, достаточно свежего мотора. 50000 для дизеля ничего. Плюс отключенный EGR. Вот, достаточно щадящий режим такой, 31. То есть, это и невысокие скорости, какие, которые могут сильно масло нагреть. И не город с низкой и средней скоростью. То есть, ну, такого плана уже смешанный режим. Вот. Ну, такие факторы, мне кажется, оказали свое влияние. И, в общем-то, очень, даже очень шикарно отработал. Ну, здесь тоже надо смотреть, как манера езды владельца. Хоть машины и чипованы, но возможно, что он частенько передвигается там на невысоких оборотах. Тут, я думаю, что важнее всего те обороты, которые чаще всего присутствуют. Невысокие обороты, грубо говоря, меньше нагревается масло, меньше, ой, больше времени между вспышками. Что такое высокие и низкие обороты? Низкие обороты больше времени между вспышками, меньше нагрев самого двигателя и масла. Вот. Ну, и такие факторы. Значит, даже, я бы сказал, от настроек коробки зависит. То есть, если коробка стремится максимально быстро перейти на высшую передачу и там держать, я не знаю, какие-нибудь там 1000-1000, там от 1000 до 1500 оборотов, то это тоже, на мой взгляд, позитивную роль на ресурсе масла будет иметь. Ну, вот такой необычный тест. Да, кстати, ну, сами по себе это единственное более-менее правильно. Может быть, здесь, конечно, какая-то погрешность, потому что это все-таки не свежее масло, это микс. Какие пропорции там? Может быть, где-то пропорции не совсем, ну, не знаю, сложно сказать, но, по крайней мере, это единственный более-менее правильный путь. То есть, из микса или в добавление в свежие присадки делать из этого коктейля эталоны и потом уже с ним сравнивать, тогда будет более-менее корректно. Вот, в противном случае, если сравнивать свежее и масло с отработкой, то они повлияют на спектр и уже результат будет совершенно некорректный. Ну, вот такой получился тест. Пишите, что думаете. Благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.